Всем привет! Недавно я закончила снимать видео о моем сюжете Ланарте Розы в голубой вазе И сразу приступаю снимать новый сюжет о другом моем процессе Но это видео вы увидите намного позже, потому что я буду снимать фрагментами Итак, есть у меня вот такая киевская коробочка, очень симпатичная, такая большая И в этой коробочке, не знаю, если может быть кто-то помнит, какой процесс хранится Но если вы не вспомнили, тогда вот он Это ланцвит Спи моя радость Начала я этот процесс, ну, наверное, где-то в январе, феврале, честно не помню, когда я его вообще начала Но этот милый зайка имеет полное право подать на меня в организацию по защите животных Потому что вот этот зайка, он у меня, наверное, из всех процессов самый заброшенный Очень красивый сюжет, очень милый Но так как идет на осенний конвей, я все его откладывала на то время, когда у меня будет больше свободного времени Чтобы, знаете, сесть уже вот так, спокойно повышевать, чтобы больше было дневного света Но этого времени очень мало, его практически нет, поэтому вот он лежит и лежит Ну и так как у меня август, есть все равно какие-то дни выпадают свободные Я решила, что надо этому зайке дать побольше времени, хотя бы вот сейчас его повышевать активно Сколько получится, сколько будет у меня настроения Ну вот вы видите, да, я вышивала мою девушку от Риолис Вышивала, насколько у меня было настроение Поменялось настроение, стала вышивать мой ланарты И вот сейчас у меня пришло настроение повышевать этого зайку Сменить технику вышивки, так как здесь я вышиваю парковкой И другая конва, другие нитки, все другое В общем, захотелось мне поработать с этими материалами Ну и уже как-то этого зайку продвигать Очень замечательный сюжет, много интересных деталей, таких вкусных-вкусных Ну и девочки вышивали Можно найти отшивы, посмотреть шикарный Итак, что у меня в моей коробочке Коробка действительно очень удобная Сюда все-все-все хорошо помещается Вот, хочу показать вам, на каком этапе у меня все это дело заброшено То есть, вышито совсем чуть-чуть Начала вышивать парковкой Очень красиво получается, прям такие насыщенные нитки Вообще, ланцвит молодец И на этом работа была отложена Это не дело Буду за нее сейчас браться Ну и сколько сил и желаний будет, столько буду вышивать Как я уже сказала, здесь у меня моя схема Оригинал и копия Я всегда делаю копии, потому что я такой человек, могу делать ошибки А если нет потом оригинала, как потом вышивать по испорченной схеме У меня такое может быть Так, здесь у меня все организовано, в общем-то, очень просто Родные палетки Я обожаю вышивать вот с таких картонных палеток ДМС Нарисовала я здесь от руки значки у ниточек Они были пронумерованы А я просто дорисовала значки, чтобы потом не сверяться с ключом А сразу брать с планшетки Нитки яркие Посмотрите, какая красота Вообще в этом наборе Такие яркие, сочные нитки Это праздник Ниточки, конечно, ДМС Очень хорошие ниточки Красивые Вот такие ниточки А для иголочек я использую органайзер пака Для игл Все здесь тоже в значки поместились Все написано Все хорошо Видите, какая удобная организация у меня здесь Вот так я складываю Мои нитки Здесь иголки В этой коробке есть хорошая глубина Поэтому все хорошо помещается и закрывается Ну и сверху схема Вот так, да И там у меня есть даже тюбик с иголками Вот так, облевушка Все закрывается Красота Так, теперь будем натягивать эту канву на мой станочек Минуточку Итак, моя канва уже разместилась на станочке Снизу, как обычно, клипсы Сверху, как обычно, биндеры Ленивый мой способ Но очень быстрый и надежный И, в общем-то, очень практичный Итак, я также выполнила разметку Сделала я разметку беленьким карандашиком Многие девочки знают Этот карандаш это примовский Вот с такой щеточкой Да Я знаю, он не очень хорошо отстирывается Но не очень легко Но я думаю, у меня все получится Здесь полная зашивка Поэтому отстираем Если что, постираем в машинке Отстираем Главное, чтобы было мне удобно вышивать Потому что здесь я буду вышивать строгой парковкой И мне нужно видеть границы Иначе я все напутаю Так, практически все готово Немножко мне осталось разобраться со схемой Потому что у меня там что-то с копией Ну, как обычно Какие-то уголки съелись И, скорее всего, придется брать оригинальную схему Пока еще не знаю Подумаю Копию у меня уже делать негде У нас магазины все закрылись на август Есть у меня на работе, конечно Аппарат копировальный Но, честно, ехать удалей Поэтому буду думать Смотрю на этот отшитый фрагмент И очень сильно меня вдохновляет Эта вышивка Потому что яркие нитки Все очень красиво Интересно Хочется поскорее приступить И буду показывать вам также фрагменты Покажу мои новые первые крестики Так что оставайтесь со мной И будем смотреть, как продвигается эта работа Захотелось мне еще раз показать вам Мое рабочее место Вот так, как оно есть Вот видите, у меня там слева Торчатки у снапы Больше надо их разобрать Я разбирала какие-то процессы Под рукой у меня там ножницы Коробочка для обрезок Нитковдеватель Лампа уже включена Все уже подготовлено А наверху стоит компьютер Я там смотрю ваши ролики Вот так вот у меня все как бы просто Организовано И внизу, как обычно Стоит моя коробочка с нитками На этой полочке всегда стоят нитки Которые у меня идут к процессу Вот, в общем, вот такая у меня Моя организация Приступаю И буду вам показывать Этапы отшива этой работы Всем привет! Вот мое первое включение По моим первым итогам И хочется поделиться с вами Моими, конечно же, первыми впечатлениями Сегодня четверг, 10 число Вот прошло несколько дней И на моей канве Выросли Крестики, скажем так Ну, произошло продвижение Кажется, как-то и небольшое продвижение Да, вот отшивался у меня Вот этот участок Чуть-чуть тапочка была вышита И вышился вот этот вот кусочек Кажется, ну, немного Но из-за того, что канва мелкая Не видно всего масштаба Проделанной работы На самом деле здесь вышито Практически 2000 крестиков То есть для меня это очень хорошо Что хочу сказать Схема проработана, конечно Очень-очень хорошо Здесь такие детали Давайте я буду увеличивать И вам показывать Чтобы было все наглядно Я надеюсь Камера Нам это позволит Вот, сейчас Тапочки Ну, такие они, лапочки Эти тапочки Просто Посмотрите, как хорошо проработаны Оттенки Есть, конечно же Бэкстич Бэкстич Здесь просто Ой-ой-ой Я его называю Угадайка Почему угадайка? Потому что нужно угадать Откуда его начать И куда его вести Так как Вышивается все Очень близкими цветами Чтобы был хороший переход На схеме Все четко Понятно Все вообще Очень красиво Прочерчено Но на Вышитых крестиках Я же не вижу Какой-то значок Мне нужно вспомнить Какой-то был Цвет, оттенок Различить его Определить его И уже Как бы двигаться Ну, в общем Я вышивала эти тапочки Бэкстич Я сделала Просто вот Крестик за крестиком Точно шла По схеме Сложный бэк Но Видите Как красиво получается Бэкстич Здесь пока Только-только На вот этих тапочках Мне хотелось Уже вышить Хоть какой-то элемент Чтобы Меня Что-то радовало Да На этой работе Есть Здесь уже вышился Коврик Еще тут Будут тапочки Но пока нет Бэкстич И поэтому Непонятно Что у нас здесь Происходит Что еще хочу сказать Конва Темноватая Да Вот синего цвета Сложновато Конечно Вышивать У меня Сейчас нет Какой-то Специальной Лампы Дополнительной Поставить Под низ Конвы Как я раньше Делала Как-то Одна Сломалась Вторая Мужа Нужна Ну вот Как-то С лампами Пока Я не решила Вопрос И вышиваю Я практически На ощупь Нащупываю Вот эти дырочки И Таким образом Вышиваю Не очень удобно Ну Вначале Шло Очень-очень Медленно Мне казалось Что эту работу Я буду вышивать Всю мою жизнь Да Так медленно Я вышивала Причем Парковочкой Причем Парковка Тоже здесь Для меня Была тяжелой В каком плане Вот в этой зелени Используются Три зеленых цвета И один бленд Ну бленд Он очень Как бы четкий Его можно отличить А другие Три оттенка Они Близкие по цвету И вот я Получается Когда вышиваю Парковкой Прохожу Полукрестом Справа влево А потом Нужно закрывать Слева направо Полукрестом И мне приходится По схеме Также Отсчитывать И контролировать Закрытие Этих полукрестов Чтобы не сбиться То есть Здесь не видно Какой цвет Я буду закрывать Я так же Его просчитываю Потом я Конечно Немножко Приловчилась Работа пошла Побыстрее Где-то я Вышиваю Какие-то Маленькие Участки Вышиваю По цветам Групки Каких-то Крестиков В целом Здесь нет Одиночек Нельзя сказать Что это Это прям Такой-то Жуткий Хаэт Крестики Все Групками Маленькими Но все-таки Групками Единственное Вот здесь В зелени Вначале Да Тут Идет смешение Цветов Через два Через три Крестика Поэтому я Вышивала Парковкой Но Дальше Немножко Полегче Ну Что сказать Работа Очень нравится Все здесь Настолько Яркие Нитки Интересно Такие Маленькие Всякие Детали Вот я Жду Дошью Вот этот Уголочек Да И хочу Вышить Бэкстич На зелени Потому что Здесь я Посмотрела По схеме Его здесь Ой-ой-ой Много-много И нужно Тоже Все это Находить Считать И сразу Сразу Отшивать Обошью Бэкстич Вот этот Коврик Тапочки И Ну Наверное Сниму Еще Один Отчет Может быть Заключительный Посмотрим Вот Как Пойдет Еще Хочу Сказать Что Вот Работа Долго Стояла Да Я Практически Забыла Открыла Стала Как бы Разбирать Материалы Все Материалы Хорошо Были У меня Сложены Нет Проблем А вот Со схемой У меня Произошла Путаница Я Вначале Делала Копии И Какие-то Копии Были Неудачные Я их Оставила Оригинальную Схему Куда-то В другое Место Убрала И Когда Стала Искать Все части Схемы Просто За голову Схватилась Не могла Найти Оригинал Пришлось Побрасывать Половину Неудачных Копий Ну Такой Момент Был Ну Сейчас Я разобралась Работа Пошла Пошустрее Мне Все Очень нравится Еще раз Покажу Вам Крестики Папочки Такие Хорошие Лапочки Очень красиво Особо Больше Показать Пока Нечего Вот Она Зелень Такие Крестики Не так Много Припарковано Вот Так Ну Тут Чуть Чуть Еще Тоже Вот Ну Мне Все Очень Очень Нравится Еще раз Повторюсь На этой Ноте Этот Фрагмент Заканчивается И Я думаю Мы Увидимся С вами Уже В следующем Фрагменте Возможно Он будет Заключительным Всем привет Захотелось Мне с вами Поздороваться Потому что Давно Не снимала Каких-то Фрагментов И вот Это будет Заключительный Фрагмент В этой Серии По Отшиву Зайки Спи моя Радость Нет Я не Закончила Работу Просто Я хочу Выложить Видео Которое Я снимала На протяжении Отшива Небольшого Фрагмента Сейчас Вам покажу Какого Показываю Вам Обложку Напомню Какого Замечательного Зайчика Я вышиваю Но Вот Почему Этот Зайчик У меня Начался Очень Давно Лежал Лежал Без внимания И вот Только Сейчас Я к нему Подобралась И Начинаю Уделять Ему Внимание И Очень Мне нравится Вышивать Этот набор Давайте Покажу Не буду Вас Томить Покажу Что У меня Получается Вот Такая У меня Здесь Веселая Композиция Вышилось У меня Ну На первый Взгляд Немного Вот Всего Лишь Вот Этот Вот Фрагмент Кусочек Да Здесь Четыре Клеточки Вверх Вышила Я Четыре Клеточки Вверх По Всей Ширине Здесь Шестнадцать Квадратика Значит Это Получается Шестнадцать На четыре Шестьдесят Четыре Квадрата Это Шесть Четыреста Крестиков Ну У меня Где-то Около Тысячи Было Отшито Поэтому Ну Пусть Пять Тысяч Крестиков Я Вышила Ого Не так То уж И мало А вот Видите За счет Того Что Конва Мелкая Кажется Что Отшита Здесь Совсем Немного Но Работы Здесь Было Проделано Очень Очень Много Особенно Бэкстич Очень Сложный Здесь Бэкстич Я бы Сказала Вот Он Какой-то Даже Анкоровский Постараюсь Немножко Приблизить Поближе Показать Вам Сделала Небольшое Увеличение Видите Вышивается Здесь Все Вот Эта Травка Обшивается Коричневым Цветом Но Кажется Что Здесь Сложного Вышивай Себе Ничего Несложного А вот Давайте Я Вам Покажу Схему Схема Четкая Понятная Тоже Казалось Бы Ну Что Бери Да Вышивай Но Проблема Вся Состоит В том Что Зелень Вышивается Зелеными Нитками Здесь Их Примерно Здесь 5 Цветов Есть Один Бленд Да И Вот Вы Представляете Все Здесь Зеленое И Как То Нужно Найти Нужный Значок Или Нужное Место Откуда Нужно Начать Это Нужно Помнить Какой Значок Соответствует Какому То Цвету И Не Видно Что Конкретно Нужно Обшивать Нужно Считать Вот Именно Крестик За Крестиком Стежок За Стежком Это Очень Сложно Я бы Сич Вышивала В Три Подхода Я Сразу Весь Не Силена Настолько Кропотливая Работа Где То Я Много Времени Тапочки Обшивались Тоже Очень Кропотливо Но В принципе Нормально Вот Зелень Здесь Это Ой-ой-ой Поэтому Девочки Кто Будет Еще Вышивать Не Откладывайте Бексич В Долгий Ящик Прям Сразу Вышили Кусочек Прям Сразу Его Обшивайте Занимает Много Времени И Когда Ты По-живому Вышиваешь Ты Помнишь Какие-то Цвета Крестики Поэтому Немножко Легче Но Результат Меня Очень Радует Прям Такая Яркость Такая Хорошая Проработка Очень Качественная У меня Нет слов Я У девочек Смотрела Отшив Просто У меня Слюнки Текли На Эту Работу И Сейчас Когда У меня Получилось Вышить Этот Фрагмент Мне Тоже Все Очень Нравится Из-за Того Что Здесь Идет Очень Плотная Зашивка У меня Не Получается Непляет ниточку На обратной стороне Она Просто Зараза Не пролазит Под этими Стежками И Я Себя Не мучаю Я Вывожу На Лицевую Сторону Потом Зашиваю И вырезаю Да Не очень Это удобно Не очень Эстетично Потому что Образовался Здесь Вот такой Коврик От Припаркованных Ниток И от Хвостиков Но Что Делать Зато Мне Так Удобней Я Не Колю Себе Пальцы Я Просто Беру И Вышиваю Ну Вот Конечно Я Планирую Еще Продолжать Буду Заниматься Моим Милым Зайкой Прям Вот Очень Его Хочу Вышить У Меня Здесь Я Уже Приближаюсь Буду Дошивать Я Часть Вышила Вот Этого Сверчка Или Кузнечик Кто Здесь Буду Дошивать Этого Кузнечика Вот Они Тапочки Тоже С Такими С Пуговками Зайчиками Красивыми Ну Тут Гамачок Пойдет Да Я Вышиваю Примерно По Три Четыре Квадратика Вверх То есть Мне Как раз Нужно Будет Мою Схему Дошить Раз Два Три Четыре Ну Пусть Останется Какой-то Хвостик Дошитую Схему Я Потом Отрезаю Вот Так Да Вырезаю Вот Но Так Как Вы Видите Что Я Вам На станке Эту работу Я Вам Показываю Отдельно Вот Просто Сняла Канвы Показываю А значит Что У меня На станке Что-то Другое Есть У меня Один Процесс Который Позабытый Давно Лежал В столе У меня Не Не Было Как Бы Не Было Возможности Заняться Но Потом Я Про Нем Вспомнила Точнее Мне О нем Напомнили И Я Решила Несколько Дней Ему Делить Поэтому Если Вам Интересно Узнать О Каком Процесс Я Говорю Ждите Следующее Видео Ну На Этом У меня Все Хорошего Настроения До Новых Встреч И Пока Пока Субтитры